МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буквально несколько дней назад. И сегодня известно, что вы курируете достаточно серьезные направления для города Симферополя. Расскажите о себе, о своей деятельности, о своем трудовом пути. Мой трудовой путь был достаточно динамичный. И за этот период я успел 22 года отдать родине служу в вооруженных силах. После этого я ни одного дня, кажется, не сидел без дела. Я работал и с должности простого сотрудника городской администрации дошел до руководящей должности. За этот период я занимал самостоятельные руководящие должности, был главой САГСКО-районной государственной администрации. Я уже должность первого заместителя главы администрации, на то время городского головы уже в Симферополе занимал. Вот 2010-2011 год. Сегодня судьба распорядилась так, что нужно повторно, как говорится, стать на эту стезю. В принципе, эта работа мне знакома. Я с удовольствием, как говорится, согласился на предложение, которое глава администрации мне сделал. И уверен, что у меня при поддержке жителей города, при поддержке депутатов городского совета все получится. Опыт у вас достаточный для этой должности. Какие направления в администрации Симферополя вы будете курировать в должности первого зама? Сегодня глава администрации определил мне следующее направление. Это департамент социально-экономического развития города, департамент экономического развития города, финансы, торговля, муниципальный контроль и закупки. Я считаю, что это достаточно серьезные направления. Не зря же говорят, что финансы – это кровеносные сосуды, кровеносная система государства. Наверное, для города, если так интерполировать, это является тем же самым. Это достаточно большой такой конгломерат. Вообще, жизнедеятельность города во многом на этом строится, наверное. Все управления, другие структурные подразделения, они так или иначе завязаны на два основных. Департамент экономического развития и департамент финансов. Потому что там определяется экономическая политика. города, работы других отраслей, социальной, образования. А финансы – это, естественно, идет финансирование и всех муниципальных программ, и других мероприятий, которые осуществляются в городе. Вы курируете, ну, понятно, я уже говорил, это очень значимые направления. Многие из них для города, наверное, можно назвать проблемными. Вы понимаете, что все эти проблемы сегодня будут стоять перед вами? Да, я это понимаю, но подход как бы следующий. То есть, если отрасль какая-то непроблемная, то можно и руководителя не назначать, и эта отрасль, она как бы может существовать сама собой. Но это, как говорится, даже не классика, это так, фантазия. На сегодняшний день непроблемных отраслей не бывает. Есть какие-то больше, какие-то меньше, но каждая отрасль города, отрасль социальная, там, жилищно-коммунального хозяйства, экономическая, она требует себе пристального внимания по нескольким причинам. Но основная причина – это правовое поле, в которое мы только, как говорится, вошли в правовое поле Российской Федерации. То есть, нужно переформатировать нормативные акты. То есть, это новые правила, новые правила игры. Вот, то, что касается моих отраслей, которые я буду курировать, то проблемы есть в каждой. Я буду откровенно говорить, то есть, проблемы есть в каждой отрасли. Если расставить по приоритетам, то они все на первом месте. Эти проблемы, другое дело, что первое место определяет, ну, разное направление развития. Например, проблемы на первом месте управления торговли – это проблемы одного плана. А проблемы на первом месте, например, управления закупок, то есть это проблемы другого плана, они как бы не так сказываются на жизни симферопольцев, на жизни горожан, но они реально существуют и их реально нужно решать. Хорошо, проблемы понятные. Я думаю, что многое из того, что вы сказали, это проблемы, я думаю, не только даже как-то каких-то внутри административных, скажем так, вещей, что это проблема во многом и жителей города нашего, да, вот вы сказали торговля. Как вы планируете их решать? Тем более, что торговля такая сфера непростая, тем более сегодня, что вот последние два года, которые прошли, это у нас там и демонтаж мафов был, и очень много вопросов, которые очень острые, и сегодня они также стоят. Вот как вы планируете их решать? Ну, проблемы, как и любые другие проблемы, проблемы управления торговли, которые в какой-то степени, а не в большой степени отражаются на жизни симферопольцев, решать нужно по нескольким направлениям. Это вот то, что вы затронули, мафы так называемые, да, вот это и тарифная политика, то есть это как бы цены, то есть это тоже проблема, люди задают вопрос, мы тут производим, есть продукция, почему она у нас дороже, чем на материковой части. Но главное вот из, то, что касается торговли, конечно, раздражающим фактором является это многочисленное количество вот этих вот киосков, ларьков, лотков, вот, которые как грибы появляются иногда даже, ну, не там, где мы это хотели, и где это удобно, и где это вообще целесообразно. Буквально вчерашний пример ко мне обратился житель микрорайона маршала Жукова, то есть через социальную сеть, он говорит, Александр Дмитриевич, ну, под окнами строят ларек, вот, ну, ему там вообще быть не положено, во-вторых, мы и не хотим, чтобы он там был. Пришлось, ну, практически в экстренном порядке выехать, посмотреть, убедиться, что реально строится ларек, и таких ларьков, это не один он по городу, их много, ну, то есть сотни, по всей вероятности. Я уже советовался, докладывал главе администрации, в принципе, на этом этапе позиция поддержана, то есть будем разрабатывать, в целом нужно разработать концепцию развития торговой отрасли в Симферополе, то есть такого аналога, такого документа нет, это обобщенный документ, который будет определять и места расположения, и внешний вид, как они должны выглядеть, чем они должны торговать, но в более широком смысле этого слова эта концепция будет подавать ответ на вопрос, что же нам нужно, и нужно ли нам вот эти вот вообще, вот эти ларьки, то есть мы все ходим по улицам города, и нам реально раздражают вот это многочисленное, разноцветных ларьков, киосков, там, булочки, чебуреки, пончики, ну, и нужно быть откровенным до конца, что зачастую они, ну, недостаточно такого презентабельного вида, и продукция, то есть, совершенно верно, совершенно верно, да, вот, есть такая мысль, разработать вот эту вот концепцию развития торговой отрасли, то есть это отрасль, это рабочие места для людей, это зарплата, это поступление в бюджет, но все должно быть красиво соответствовать сегодняшнему дню, уже пора выйти из того далекого прошлого, когда вот там, ну, что зря, как говорится, стояло на улицах, поэтому есть видение этого вопроса, есть желание, есть люди, которые готовы, общественники, которые готовы помогать, высказывать свое мнение, есть понимание у руководства города, и, как я понимаю, есть понимание и у руководства республики к этой проблеме, мы ее уже в ближайшее время, как говорится, она уже проинициирована мной на словах, теперь будем инициировать ее документально, я думаю, что, ну, прежде всего, буду опираться на мнение жителей города в решении этого вопроса, я думаю, что она будет поддержана, и, ну, как показывает и обращение, которые поступают от симферопольцев, то есть, ну, люди уже реально устали от вот этой перенасыщенности всяких бутиков, киосков и ларьков. Демонтажи все-таки ждать людям или... Демонтажи, они идут, они не остановились, они идут и они будут, то есть, по тем объектам, которые уже определено, буквально сегодня ко мне обращались, там, в социальных сетях, почему остановлено, вот, вопрос в чем, что не остановлено, на сегодняшний день есть договоренность с рядом предпринимателей, которые будут демонтировать эти объекты за свой счет, то есть, люди осознали, поняли, что, ну, не соответствуют они моменту, как говорится, сегодня, и, ну, мы от этого, как бы, город от этого выигрывает, выигрывает, первое, то есть, мы достигаем своей цели, очищаются улицы, тротуары, скверы, то есть, места, где расположены эти объекты, а второе, что это предприниматели делают хозяйствующие субъекты, делают за свой счет, мы не тратим на это деньги, я считаю, что это большой плюс. Речь идет о тех строениях и торговых объектах, которые у центрального рынка, или это вообще по городу? Вот то, что я сказал, что предприниматели будут за свой счет, это идет речь о объектах, которые у центрального рынка, но мы этот подход будем стараться спроецировать, и в целом на объекты по городу, ну, так подсказывает совесть, что так надо поступать. Сегодня вы, как руководитель, вот, очень многих направлений работы администрации, я так понимаю, курируете множеством муниципальных программ, да? Да. Вот, на ваш взгляд, какие программы сегодня приоритетны, какие, может быть, необходимо принимать, каким образом вы планируете их реализовывать? На сегодняшний день в городе работают 27 муниципальных программ. Эти программы работают практически во всех отраслях экономики города. Вот, ну, каждый руководитель структурного подразделения считает, что его программа главная, это нормальный такой элемент добросовестной состязательности. Вот, это приветствуется, ну, если, как говорится, положить руку на сердце, то, конечно, на мой взгляд, приоритетными являются программы, которые реализуют департамент жилищно-коммунального хозяйства. То есть, идет реальная борьба за чистоту города, за его внешний облик, за ремонт, сложно даже угнаться за ремонтом вот дорог, которые вы видите, что происходит. И я хочу сказать, что, да, зима, морозы, вот это вот снег, конечно, попортили внешний вид, попортили дороги. И они попортили их не только в Симферополе и в другой части республики, на других дорогах немного приходится ездить по Крыму, и я это вижу. Но мы понимаем также, что акцент делается именно на Симферополе. И ссылаться, что где-то есть еще хуже или где-то есть так же, мы не намереваемся. То есть, мы понимаем, что Симферополь это то, куда в первую очередь устремляются взгляды и туристов, и жителей, и крымчан. Поэтому вот эти программы, они, если в позиции сегодняшнего дня, они, конечно, являются приоритетными. Но также мы не сбрасываем со счетов и программы, условно так назову их, чтобы никого не обидеть, второго эшелона. То есть, которые тоже приоритетные, но они и тоже реализуются. Это программы развития предпринимательства, поддержки предпринимательства. То есть, мы должны понимать, что предприниматели сегодня это одна из бюджета образующих отраслей экономики города. И от того, сколько мы заработаем, вот столько мы можем на себя и потратить. Ведь ни одна семья не живет так, что тратит больше, чем она зарабатывает. Все живут из своего семейного бюджета. Бюджет города — это наш общий семейный бюджет. И руководство города, я лично, и другие мои коллеги, так сказать, они настроены на то, чтобы максимально эффективно, с пользой для дела, реализовать те программы, которые сегодня уже намечены для реализации. — Из того, что я услышал, я так понимаю, что для вас тоже приоритетом является все-таки развитие Симферополя как столицы, да, прежде всего? — Совершенно верно. — Поэтому к нему и особое отношение. — Да, потому что, ну, столица есть столица, да. Мы, когда говорим о России, сразу говорим о Москве, да. Вот, когда мы говорим о Симферополе, то мы сразу должны говорить о... Когда мы говорим о Крыме, мы сразу должны говорить о Симферополе как и столица. И столица, я считаю, что Симферополь должен приобрести облик не просто ухоженного города, красивого и чистого, а именно облик столицы. Должна быть создана соответствующая инфраструктура, современная инфраструктура, не просто подметенный там тротуар и красиво покрашенная остановка. То есть это сегодня остановка, это и зона Wi-Fi, сегодня остановка, это и банковый терминал, сегодня остановка, это не только место там ожидания подхода на автобус, от троллейбуса, маршрутного, такси. Сегодня остановка, это своего такой маленький центрик на ходу, где человек может, ну, решить какие-то дополнительные задачи, студент там на телефоне прочитать какую-то лекцию, вот, кто-то купить в терминале и произнести оплату коммунальных услуг. Вот это вот будет современное. То есть это если так вот, ну, не то чтобы в примитиве, а в первом приближении. А так на самом деле столица, что такое столица? Это места комфортного пребывания граждан. Столица это места, где это комфортное пребывание будет сопровождаться с каким-то результатом. То есть человек не просто посидел на скамейке, а что-то получил, то ли в эстетическом плане, там, в каком-то другом плане. То есть я считаю, что, ну, эти программы есть, задумки эти есть. Вот по остановкам расскажите, потому что мы беседовали здесь тоже в студии с главой администрации. Он говорил, что очень серьезные планы в плане вот остановок и интеллектуальных в том числе. Да, сейчас мы разрабатываем такая, даже не разрабатываем, пытаемся реализовать этот проект и ищем подходы к нему. То есть так называемая умная остановка, вот, которая, мы уверены, горожанам понравится, вот, и будут полезны, и украсят и облик Симферополя. То есть речь пока идет о центре города. Вот, она будет соответствовать именно тем критериям и задачам, которые я, как говорится, назвал. Такой проект, он уже реализован в городе Севастополе, находит свою поддержку. То есть, ну, это современная остановка. Это не место пережидания, там, ожидания, так вот слово такое применю, вот, транспорта. Это жизнь сейчас очень динамична, вот, и нельзя терять ни минуты. Везде нужно что-то, да. Все ходят с телефонами, с айпэдами, там, с компьютерами. И это время, которое можно посвятить работе, учебе или какому-то развитию. Поэтому инфраструктура должна этому соответствовать и способствовать. Александр Дмитриевич, понятно, что для Крыма и для Симферополя, конечно, очень важен, да, инвестиционный климат. Вот, что вы планируете сделать для того, чтобы более, может быть, активно привлекать в Симферополь настоящего серьезного инвестора? Ну, не будет ни для кого тайной, каким-то секретом, если я скажу, что главным критерием инвестиционной привлекательности для любого бизнесмена, который готов вкладывать серьезные деньги, это вопрос безопасности его средств, безопасности его вложений. И как сопутствующий критерий этой безопасности, то есть он хочет видеть и понимать. Для этого все инвестиционные предложения должны быть, по моему глубокому убеждению, достаточно открыты, прозрачны и, ну, то есть доступны для понимания. То есть они должны быть просты. Другое дело, что, когда функция серьезности вложений, когда это сотни миллионов рублей, то есть, да, там есть сложные финансовые механизмы, так сказать, предложения, это уже другая история. Но на сегодняшний день, на мой взгляд, главным является именно вот эта открытость и показать, что власть создает все, прежде всего, безопасные условия для бизнеса людей, которые готовы вложить свои деньги. Это достигается, но рядом, как говорится, моментов, методов, которые мы будем реализовывать. Но вот сегодняшний день мы актуализируем по команде главы администрации Геннадия Сергеевича, актуализируем наш инвестиционный паспорт, паспорт, который будет привязан к стратегии социально-экономического развития Крыма до 2030 года. И этот паспорт, это будет живой, динамичный такой организм, документ, который, я уверен, людям, которые имеют серьезные намерения вложить деньги в Крым, в столицу Крыма, в Симферополь, то есть он будет просто безупречным для них. Я думаю, конечно, наша сегодняшняя программа достаточно содержательная, интересная будет для наших зрителей. Буквально пару минут у нас осталось. Что бы вы, может быть, в заключении сказали симферопольцам, которые нас сейчас смотрят? Симферопольцам я хочу сказать, что все у нас получится, все у нас будет хорошо. Мы сделаем руководство города, администрация города сделает все для того, чтобы жизнь горожан была такой, как они заслуживают, то есть была достойной. Но я хочу обратиться к средствам массовой информации, хочу обратиться к таким активным блогерам, которые в социальных сетях помогают нам реализовывать намеченные планы, решать вопросы, проблемы решать. Мы все болеем за город, и мы все хотим, чтобы город был лучше, чтобы город был интересный, красивый, чистый. Поэтому, чтобы мы сосредоточили все усилия именно на то, как эту проблему решить, а не на то, как кто кого должен, там как-то вот там по ушам или по какому-то другому месту немного пришлепнуть, так сказать. Вот, поэтому я обращаюсь прежде всего за словами поддержки, за помощью, чтобы вместе решать те задачи, которые перед нами ставят непосредственно симферопольцы. Я думаю, на этой оптимистичной ноте мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы «Лица столицы» был Александр Одиенко, первый заместитель главы администрации города Симферополя. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Встретимся через неделю в это же время. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин